Всем привет, с вами канал Бестиарь, и меня зовут Правда Марина. Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто написал мне, связался со мной после ролика про жуков. Я там говорила, что я с удовольствием рассказала бы побольше о более обычных, распространенных питомцев на своем канале, но зачастую мне не хватает видеоряда. Поэтому, если вы можете предоставить такой видеоряд, или вы можете подсказать кого-то, кто держит животных, о которых вы хотите посмотреть ролик в районе Сан-Франциско-Бэй-Эрии, и готов пустить меня на пару часиков к себе поснимать, то я с удовольствием сниму больше роликов о распространенных питомцах. Еще раз спасибо огромное всем за обратную связь, я обязательно всем, кому не ответила, еще отвечу. Но то, что вы видите этот ролик, означает, что место, в котором содержится очень много разных канареек, очень много разных пород, расцветок в приличных условиях в Сан-Франциско, ну, точнее, все-таки в Бэй-Эрии нашлось. Поэтому теперь у меня есть видеоряд для ролика 20 вещей, которые нужно знать, прежде чем завести канарейку. Для меня очень важно, что этот ролик наконец-то выходит, потому что канарейка была самым первым моим личным питомцем. Мне было 10 лет, когда сестра подарила мне маленькую желтую прекрасную птичку, которую я назвала Черри-вишенка. И она была для меня замечательным первым другом. И да, на самом деле я хотела какую-нибудь змею, ящерицу, а лучше всего черепаху, пока была ребенком. Но так как сестра подарила мне канарейку, именно это сподвигло меня выделить место в своей душе для птиц. Именно поэтому я теперь увлекаюсь птицами. И вещь номер один, канарейка это действительно одомашненная птица. Не только для меня она стала замечательным другом и питомцем, но и для многих, многих людей по всему миру, потому что это не только был подходящий для этого вид, достаточно пластичный, терпимый к ошибкам, простой в содержании, конечно же, простой условно, в содержании любого живого существа. Есть очень много нюансов, и о них мы поговорим сегодня в этом ролике. Но все равно канарейки были достаточно пластичны, и они были одомашнены уже более 500 лет назад. Поверьте, и сейчас существует огромная культура любителей певчих птиц, в том числе диких певчих птичек. В России реки любители содержат щеглов, ракушек, щуров, иногда соловьев даже, хотя это более сложная тема, потому что соловьи насекомоядные животные. Но, конечно же, люди все равно обожают их за их красивое пение. А 500 лет назад эта культура существовала так же. Люди обожали содержать маленьких милых птичек для того, чтобы слушать их прекрасный голос у себя дома. И птичка, которая происходит с Канарских островов, а именно Канарский вьюрок, оказалась прекрасной, милой, симпатичной, с великолепными голосовыми данными. Не такая сложная в содержании, и поэтому она начала приобретать бешеную популярность и распространенность. Но так как история ее домашнивания занимает уже 5 столетий, то селекция ее зашла уже очень далеко. Сейчас существует множество пород и окрасов канареек, и они совсем не похожи на канарских вьюрков. Мне кажется, что канарейка это, наверное, первая птица-питомец. Самая одомашненная из тех малышей, которых мы стали содержать просто из любви к ним, просто для радости. То есть, если мы берем всех птиц, то, конечно, голуби и сельскохозяйственные птицы были одомашнены раньше, но они были одомашнены с другими целями. Куры и гуси использовались в пищу голуби, также в пищу, и, конечно же, для того, чтобы приносить весточки в качестве почтовых птиц. Кстати, ролик о голубях уже выходил на канале, ссылку на него вы найдете в подсказках. А сегодня про наших первых птиц-питомцев. Боже мой, это так волнительно! И моя первая птица-питомец, и вообще одна из старейших птиц-питомцев. Как это великолепно! Ролик о канареек давно должен был быть уже у меня на канале. Вещь номер 2. У канарейка огромное количество пород. И если вы загуглите этот вопрос, то услышите буквально следующее. Почему-то это очень популярное заявление, что у канареек более 1200 всеразличных видов пород, подвидов. И, конечно же, если вы углубленный любитель животных, у вас тут же пригорит. Потому что виды — это то, что создано природой. И то, что мы можем только изучать. Равно как и подвиды. А породы — это то, что мы создаем с помощью селекции разведения. Это то, что создано человеком. И канарейка, как минимум, не может быть всеразличных видов, потому что она сама является подвидом домашнего канареечного вьюрка. И это значит, что если бы у нее было множество видов, то это были бы уже виды не канареек, а каких-то других животных. Поэтому вид и подвид у нас существует только один. Но так как у птицы 500-летняя история содержания человеком, то да, пород у нее существует действительно много. Но тут стоит помнить, что для того, чтобы зарегистрировать породу, достаточно очень небольшой группы птиц. И поэтому зарегистрировано может быть огромное количество пород. Но это не значит, что когда вы начнете выбирать себе канарейку, для того, чтобы содержать ее в качестве питомца и друга, то у вас будет выбор из такого огромного количества и разнообразия. Эти породы были зарегистрированы, но не все из них сохранились, закрепились и стали популярными. А из тех, что все-таки популярными стали, обычно выделяют три группы пород. Это цветные, декоративные и певчие канарейки. Тут тоже существует много споров. Например, являются ли певчие настоящими породами. Самые известные певчие породы это бельгийские малину, испанские тимбродос и немецкие роллеры. Селекционеры из Бельгии, Испании и Германии закрепляли генетические склонности этих птиц к пению. И у них может быть очень разное пение. Например, у немецких очень низкий голос, они могут петь с закрытым клювом. Поэтому они все-таки являются селекционно выведенными породами. Но что касается строф и колен, которые повторяют птицы, Наверное, песни, которые поют канарейки, больше с традициями обучения этих птиц связаны. Также существует еще две страны, которые сделали огромный вклад в развитие певчего канароводства. Это Россия и Америка. В России существует русская канарейка овсяночного напева. Она так называется, потому что в обучении русских канарейк использовали овсянок и других певчих птиц, которые обитают в средней полосе России. И в песнях русских канарейк действительно можно услышать коленцы и строфы очень многих диких птиц. Тем не менее, также некоторые говорят, что это не порода, потому что мало у какой русской канарейки можно увидеть настоящую родословную. Также очень много претензий к американским сингерам, потому что в Америке люди просто закрепляют тех канарей, которые хорошо поют. А при этом какая у них там школа обучения и какие коленцы, их совершенно не волнует. Поэтому у американских сингеров смешано абсолютно все направления. И бельгийские, и испанские, и немецкие, и русские. Американцы смешали все, у них просто хорошо и красиво поющие птицы. Собственно, все певчие канарейки, которых вы увидите в этом ролике, будут относиться именно к американским сингерам, потому что другие породы певчих канарейк здесь найти действительно очень и очень сложно. К декоративному ряду пород канарейка относятся различные, похожие на шарики, там, глостеры, горбатые канарейки, хохлатые. Есть также уменьшенные канарейки. Можно по-разному ко всему этому относиться, но факт, что это все в культуре есть, и это все есть к вашему выбору. Цветные канарейки, как понятно из названия, просто имеют самые различные цвета и оттенки. В общем, если вы захотите завести себе канарейку, то совершенно не обязательно, что у вас дома поселится желтое яркое солнышко, которое вы, наверное, представили себе, когда речь зашла об этих птичках. Совершенно не обязательно. Возможно, это будут белые, красные, хохлатые или даже просто серенькие, но, очевидно, замечательные птички. Вещь номер три. Канарейки поют. Да, это действительно самая популярная и самая несложная в содержании певчие птицы. Если вы хотите, чтобы дома у вас раздавались веселые трели, то канарейка это именно тот питомец, который вам нужен. Если вы заведете других популярных птиц, с коим относятся, конечно же, попугаи, одни из самых популярных птиц-питомцев, то веселое чириканье вас будет ждать дома, только если вы заведете, скажем, певчих попугаев. Такие, да, есть. Хотя их певческие способности невелики, но просто они издают довольно милые звуки. Но не то, чтобы красивые. В основном попугай это испытание для ушей. В отличие от канарейка. Они действительно поют, но поют только самцы. Их еще называют кенарами. При этом, например, моя первая птица-питомец была канарейкой, то есть она была именно самочкой. Мне все равно она очень нравилась, потому что канарейка, она все равно довольно дружелюбная. Она приручается, она очень красиво выглядит. У нее нет красивых трелей, но звуки, которые она издает, чириканье, цвирканье, оно все равно очень приятное. Поэтому общаться с этим питомцем мне все равно очень нравилось. Тем более, если вы будете выбирать какую-то декоративную канарейку, то, скорее всего, она не будет отличаться выдающими певческими талантами. И, возможно, вы все-таки заведете самочку. У самочек, кстати, есть такое еще преимущество, что их легко можно содержать большими группами и не беспокоиться о социализации питомцев. Самцы могут драться, к сожалению. Но если вы хотите сполна насладиться пением, то, конечно, надо заводить именно кенара и певчих пород. Кенар-мальчик может стоить дороже. И есть еще такая вещь, что обученный кенар-мальчик, то есть, который не только вылупился весь из себя такой хороший, имеет хорошую генетическую базу для пения, но которого еще специально обучали петь. То есть, если вы приобретаете птицу, которая гарантированно будет услаждать ваш слух и издавать очень красивые трели, то она может стоить еще дороже. Существуют даже специальные конкурсы певчих кенарей, где они соревнуются. В том, насколько красиво, громко, чисто и прекрасно они пропевают все свои коленца, насколько разнообразная у них песенка. И победители этих конкурсов могут стоить десятки тысяч долларов. Сразу хочу сказать, что мне встречался очень популярный ролик в русскоязычном интернете, тут на ютубе, где девушка говорила, что колечки на ногах птиц свидетельствуют о том, что эту птицу обучали петь. Это не факт. Колечки особенно несъемные надеваются еще на крошечных птенцов. Колечками заводчики просто метят своих птиц, чтобы с первого взгляда ему было понятно, в каком году вылупилась птица, чтобы другим было понятно, от какого заводчика она происходит. В общем, колечки это как клеймо у собак или чипирование. Это как речь зашла об отличиях в поле. Я также скажу, что отличить на глаз молодых птиц бывает сложновато до того, как они в полную меру начали петь. Но, как правило, у самца на полсантиметра хвост длиннее, чем у самок. Глаза у самок, как правило, расположены чуть-чуть выше, чем клюв, в то время как у самцов глаза и клюв будут находиться на одной линии. А также в щебетании, это еще нельзя назвать пение, просто при щебетании мальчики-канареечки уже могут немножко раздувать горло, в то время как самки этого не делают. Вещь номер пять. Немножко уже коснулись социальной жизни, и очень хочется обсудить этот аспект. Потому что очень много информации на русском языке, по крайней мере, говорит о том, что канарейк смело можно содержать в одиночестве. Здесь, например, за границей, это не приветствуется, и это не популярно. Ну, в общем, наверное, в сравнении с какими-нибудь попугами, вам может показаться, что канарейка не настолько социальная птица. У нее не так много социального взаимодействия в группе или в паре. Они, в общем, ну, сидят себе на своих жердочках, со странными своими глазками в разные стороны, чирикают, что-то прыгают, может быть, им и нормально в одиночестве. И, конечно же, с учетом того, что в одиночестве, например, кеннеры поют значительно больше, лучше и богаче, вы обязательно снова и снова будете встречать смелое утверждение, что канарейкам замечательно при замечательном жить в одиночестве. Но, конечно же, при близком рассмотрении оказывается, что это не так. Канарейки именно поэтому неплохо приручаются, именно поэтому хорошо идут на контакт, потому что они достаточно социальны. И даже если у вас достаточно много времени, чтобы проводить с канарейкой, ну, сколько времени вы будете проводить вместе, у вас все равно будут свои дела, семья. Вряд ли это будет даже пара часов в день. А если еще и меньше, то, конечно, ей лучше будет приобрести друга. Я, так как вы знаете, всегда ищу исследования на темы, о которых делаю видео, какие-то научные подтверждения, что сейчас известно по поводу тех или иных видов. Я наткнулась на очень-очень милые исследования, которые исследовали когнитивные искажения канарейк в зависимости от социального контекста. И под когнитивными искажениями в данном исследовании имелась в виду оптимистичность канарейк, то есть насколько они оптимистично видят мир, который их окружает. Не буду рассказывать, какой дизайн использовался. Я всегда оставляю ссылки на все исследования в описании под видео, поэтому вы можете ознакомиться самостоятельно. Да, это на английском, но Google Translate вам может помочь. Либо, я надеюсь, я скоро возобновлю публикации в свой Телеграм-канал, где я уже на русском делаю обзоры таких статей. Ссылка на мой Телеграм-канал тоже всегда есть в описании под видео. В общем, исследование четко показывало, что канарейки в социуме, то есть когда они содержатся в социальной группе, становятся оптимистичнее. И это тоже является одним из доказательств того, что их надо содержать как минимум в паре, а лучше в группе. Да, самцов лучше не содержать совместно. Они могут драться. Самок тоже с бухты барахты саживать не следует. Скорее всего, им это не понравится. Всех животных, прежде чем их саживать, совмещать, нужно предварительно знакомить. И это знакомство им может далеко не понравиться. Те, кто пытался, например, двух котов свести в одно жилище, могут знать, что они могут быть не рады чужаку. Вы тоже человек, социальное создание, чужакам обычно не рады и насторожены в их сторону. Всем нужно время для того, чтобы привыкнуть к виду друг друга и к присутствию друг друга. И тем более нужно время, чтобы подружиться. И канарейки не исключение. И вещь номер шесть. На самом деле, я хочу вот прямо отдельным пунктом ее пояснить. Не только о социальной жизни есть много заблуждений, особенно в русскоязычном интернете, но и относительно всех других аспектов содержания канарейок тоже. Пока я собирала информацию, я, конечно же, ознакомливалась с гайдами, которые уже существуют на русском и на английском языках, что люди рассказывают о канарейках. И я была в шоке, насколько информация устаревшая, критически устаревшая. Даже различные блогеры, даже увлеченные любители канареек из раза в раз не переосмысливают новый опыт, не вводят в обиход новые данные. Я не хочу сказать, что культивировать только вот старый опыт это критически плохо, но это и нехорошо. Потому что частный опыт конкретного заводчика все равно может быть полон когнитивных искажений, когда нам кажется, что наш опыт позитивный. Например, вот от добавления яблочного уксуса. Очень популярная тема. Тоже не хочу сказать, что яблочный уксус это плохо. Но, например, как заводчики говорят, что там очень много витаминов, и поэтому вы можете добавить какие-то витамины и минералы в рацион вашей птицы через пропаивание уксусом, и при этом они разводят этот уксус в воде до почти гомеопатических значений, ну, понятно, чтобы не было чересчур кисло, то мало того, что изначально в уксусе пренебрежительно малое количество этих витаминов в сравнении, например, с натуральными продуктами, фруктами, овощами, так при разведении этим количеством можно пренебречь. То есть то, что попадет в птицу, будет минимально. И поэтому, даже если кажется, что очень позитивный сказался уксус на состоянии канарейки, возможно, нет. Возможно, все остальное содержание было классное, хорошее, там, другие подкормки, а уксус не имел никакого значения во всем этом ряду. К сожалению, таких всяких разных заблуждений очень много. Некоторые, к сожалению, прямо ужасные, выдаются в первых растраках в гуглах по содержанию канарейки. Полно статей, в которых до сих пор советуют булочку в молочке размачивать и давать птице, чего не следует даже млекопитающим делать. Цельное молоко содержит огромное количество лактозы, которое у взрослых млекопитающих любого вида, кроме Homo sapiens sapiens, кроме человека, не усваивается. И даже далеко не у всех людей лактоза усваивается. Это наша мутация в нашей популяции, очень распространенная и популярная. То, что мы после вырастания можем перерабатывать лактозу, но не все объемливающее, не все люди это могут делать, а животные, как правило, не могут вообще, и тем более птицы. Да, птицы могут есть, как правило, кисломолочную продукцию, потому что там уже намного меньше именно чистого молочного сахара лактозы. Но и то не все, и не всегда надо смотреть. В общем, таких заблуждений много, поэтому я буду понемножку о них говорить, упоминать, для того, чтобы расставить точки над «и» и для того, чтобы немножко свежей информации добавить в то, что существует сейчас. И вещь номер шесть. Это то, что вам в первую очередь понадобится, если вы захотите завести канарейку. Это, конечно же, место, где она у вас будет жить. То есть клетка. И как только на русскоязычном пространстве речь заходит о клетках, особенно опытные любители начинают страшно критиковать просто железные клетки, потому что у нас в нашей классической школе содержания певчих птиц и канареек очень популярны клетки деревянные. И поэтому вам могут даже под вашим случайным роликом о канарейке, который вы запостите в интернете, если увидите, что она у вас просто в железной клетке сидит, могут написать в комментариях «Купите вашей птице нормальную деревянную клетку». Я хочу сказать, ребята, не дерево самое важное в содержании птиц. Есть даже минусы у деревянных клеток. Они могут быть пролачены, они могут быть прекрасно обработаны, они могут не гнить и быть устойчивы к воздействию. Никаких вопросов к этому нет. Для содержания певчих птиц деревянная клетка нормальна. Это не попугай, она ее не сгрызет. Но, тем не менее, очень многие отказываются от деревянных клеток, потому что, например, если у вас заведется клещ, он может бесконечно жить в этом дереве, и вы никогда его не выведите. Многие большие хозяйства отказываются от этих клеток по этой причине. И все равно гигиену в ней сложнее поддерживать, чем в железной клетке. Да, некоторые особенно дешевые модели клеток могут греметь, издавать больше шума, когда птица двигается внутри, прилетает с жерточки на жерточку. Деревянная клетка этого не делает, но это больше зависит от стоимости модели клетки. Здесь, в Америке, например, вообще нету деревянных клеток, и все канарейки содержатся в железных. Ни один любитель не придет и не скажет вам, купите вашей канарейке нормальную деревянную клетку. Она у вас тут страдает. Поэтому давайте сразу договоримся. Ничего страшного в полностью металлических клетках нет. Как и ничего страшного в полностью деревянных. Самое главное, что клетка должна быть просторной. Как минимум 40 сантиметров в длину, для того, чтобы вы могли разместить в ней две жерточки, и птичка могла между ними все время перелетывать. Лучше даже 50 сантиметров, и это только на одну птицу. Ширина при этом может быть сантиметров 25. Это будет достаточно для базовой подвижности птички, но не меньше. Для пары канарейчик, пожалуйста, пусть это будет клетка уже 60 на 30. Но если вы можете купить клетку побольше, то это будет просто замечательно. Чем больше, тем лучше. Нет ничего более важного для поддержания здоровья птицы, чем полет. Нелетающие птицы это и проблемы с легкими, отсутствие их вентилирования, и пониженный тонус, и куча-куча связанных с этим проблем, в частности, например, оксидативный стресс, о котором я недавно рассказывала в шорце о попугаях. И да, вы, конечно, можете выпускать вашу птицу полетать в доме под присмотром, но все равно большую часть времени она будет заперта в клетке. Расстояние между прутьями тоже очень важно. Оно должно быть около 1 см. Даже 1,5 см может быть великовато для канарейки. Это небольшая птица, и надо ни в коем случае не допускать того, чтобы она могла выскользнуть из своей клетки, из своего жилища. Диаметр жердочек в вашей клетке должен быть как минимум 1,2-1,5 см, и лучше не более 2 см. При этом можно и нужно брать натуральные ветки для того, чтобы сделать жердочки. Это будет намного лучше, чем стандартные, например, пластиковые жердочки, которые не стачивают когти, чрезмерно могут давить, потому что у них равномерный диаметр на одни и те же места, на пяточки птицы они могут давить, и создавать таким образом ненатуральную нагрузку, которая может привести к наминам, ужасным болезненным мозолям. Деревянные промышленные жердочки худо-бедно подходят, но все-таки, если у вас есть возможность принести натуральные ветки, причем с корой, то лучше сделайте это. Я сделала таблицу по безопасным растениям, жердочки которых можно использовать для птиц, которые не будут опасны при расклевывании. Ссылку на нее вы найдете в описании под этим роликом и также в закрепленном комментарии. Что касается клетки, еще она должна располагаться достаточно высоко. Найдите, пожалуйста, какое-то место, какую-то подставку у вас дома, не ниже 150 сантиметров. То есть ближе к вашему лицу. Канарейка не должна находиться у вас даже на уровне груди, потому что тогда у вас лицо будет все время как бы над ней, и она все время будет чувствовать угрозу. Она очень крошечная птичка. Чем выше она находится, тем комфортнее и безопаснее она чувствует себя. Но для того, чтобы вы могли с ней общаться, все-таки лучше, чтобы она находилась именно на уровне лица, а не под самым потолком. При этом поставьте ее к какой-нибудь стене, чтобы она не чувствовала себя беспокойно, не думала, что угроза может подобраться к ней с любой стороны. Также убедитесь, что там, где стоит клетка, нет никаких сквозняков, не падает постоянно прямой солнечный свет, потому что птичка так может просто сжариться, что в этом месте хорошая вентиляция. Также у клетки должен быть нормальный выдвигающийся поддон для того, чтобы обеспечивать гигиену птиц. Убираться у нее лучше каждый день. Про гигиену и про то, что класть на поддон птички, мы поговорим с вами позднее. Конечно же, в клеточке должны будут находиться кормушки и поилки, причем желательно иметь как минимум две кормушки для зерно-смеси и для сочных мягких кормов. Обязательно располагайте кормушки и поилки так, чтобы они ни в коем случае не находились под жердочками, чтобы в них ни при каких обстоятельствах не попадал помет. И не надо использовать никакие зеркальца. Да, конечно, таких исследований для канареек, что зеркало для них абсолютно вредно, нет. Но, как правило, самцы перестают петь, если видят зеркало. И для некоторых птиц доказано вредное воздействие зеркал. У некоторых оно увеличивает агрессию и неадаптивное поведение. Вещь номер восемь. Обогащение среды. Я надеюсь, что все уже знают, что для того, чтобы животному было комфортно жить, ему не должно быть скучно. Даже если это животное канареечка. Да, канарейка большую часть времени будет занята тем, что будет чистить свои перышки, будет летать и чирикать. Поэтому не советуется загромождать клетки большим количеством игрушек, качелек, как это обычно предлагается попугаем, которые просто с ума сходят от скуки из-за своего развитого интеллекта. Какой-нибудь одной игрушки или качели, которую вы будете раз в пару недель менять, канарейки будет вполне достаточно. Но обратите внимание, что канарейкам, как и любым другим животным, нравится, например, добывать себе пищу. Поэтому все игрушки направлены на фуражирование. Фуражинг это поиск пищи по-английски и это уже прижившийся термин в русском языке. Среди любителей ответственного содержания животность фуражирование корма. Это когда-либо вы вмешиваете корм с несъедобными всякими штуками, чтобы птица могла копошиться и выбирать еду. Либо когда ей надо какие-то задачки решать. Да, они должны быть простейшие в случае канарейки, но все равно что-то решать для того, чтобы добыть пищу. Это называется фуражирование. Игрушки называются фуражилки. Использование таких игрушек строго желательно. Обратите внимание, если у вас канарейка-самка, конечно, копошилки как для попугаев лучше ей не предлагать, потому что многие несъедобные остатки для нее будут похожи просто на гнездовой материал. И это может стимулировать ее к гнездованию. Канарейки-самочки и так постоянно хотят гнездоваться. Вечная проблема, когда они пытаются сделать себе гнездо, например, в кормушке своей. Лишний раз стимулировать их, конечно, к этому не надо. А что надо и полезно, так это, например, мокрые листики класть на дно клетки. Конечно, в максимально чистое место, там не под жердочками, где все загрязняется пометом. Листики салата или каких-то диких трав. В мокрых листьях птица может копаться, купаться, играть. И это очень-очень будет хорошо для ее благозостояния. Список диких, съедобных, безопасных растений, которые вы можете предложить птичке, также будет по ссылке в описании под роликом. Также там будет еще список несъедобных и опасных. И не только растений. Но это уже переход к вещи номер 9. Разумеется, канарейке понадобится правильное кормление, сбалансированная диета. Содержание и кормление канарейк действительно несложная вещь. Но это не значит, что ложка зерна в день, и вы больше ни о чем не думаете. Ни в коем случае так не делайте. Конечно, просто зерновой корм не покрывает все потребности этих животных. Для того, чтобы диета была действительно сбалансированной, для того, чтобы здоровье вашего питомца не страдало, Да, это я опять отсылаюсь к одному очень популярному ролику про содержание канарейк, где девушка так и говорит «Даете ложку зерна? Ни о чем не думаете!» Все прекрасно. И у самой на кадрах бодраная лысая канарейка несчастная. Да, есть в мире вещи, которые призваны облегчить содержание питомцев. Есть, например, гранулированные полнорационные корма. И для канарейк также. Все рассуждения о плюсах и минусах гранулированных рационов для странных питомцев я уже рассказывала в специальном ролике об этом. Ссылка будет в подсказках. Сейчас я хочу сказать, что это хороший вариант. Если у вас есть возможность, вы можете перевести ее на гранулы. И они могут составлять до 80% рациона. Это намного более полноценный вариант, чем зерно. Но даже гранулы надо дополнять свежими продуктами. Что уж говорить о семечках. Если гранулам у вас доступа просто нет, то рацион вашей канарейки будет следующий. Действительно, чайная ложка зерносмеси для канареек. Чем разнообразнее зерносмесь будет, тем лучше. Не обязательно, чтобы это было только канареечное семя и просы. Если там будет всякий нук, всякие маленькие чумизы, разнотравья, это будет просто замечательно. Вы можете даже покупать смесь не для канареек, а, допустим, для амадин. Она обычно побогаче бывает. Или для лесных птиц. Такие есть варианты смешивать это все. Вариантов действительно очень много. Но не нужно, чтобы в этой смеси было очень много жирных семян. Семян подсолнечника или каких-то крупных семян. С ними часто канарейки просто не могут справиться. Всякие крупные семена нормально смотрятся, например, в зерносмесях для попугаев. Но у попугаев, обратите внимание, совершенно другое строение клюва. Он предназначен именно для разгрызания. В отличие от канареечного клювика. Канарейки в целом не склонны к перееданию. Поэтому часто им дают неограниченное количество зерна. Но лучше так не делать. Чтобы, во-первых, канарейка просто не теряла свою смесь в огромном количестве отчистков. Для того, чтобы зерно не пропадало зря, по сути. И также для того, чтобы она интересовалась еще чем-то кроме зерна. И ела и другую пищу тоже. Да, пристрастие к зерну может быть очень сильное. Если вы, например, хотите перевести свою канарейку на гранулы. Если вы где-то раздобыли гранулы. А канарейку у вас сейчас есть зерно. Переводить надо очень-очень плавно. В течение 4-8 недель. Очень постепенно. Канарейке это может не очень понравиться. И поэтому для разнообразия, в частности, нужно кормить канарейку каждый день. Ограниченным количеством пищи. Чайная ложка зерна. Пол чайной ложки различных овощей, фруктов и зелени. Табличку-памятку. С количеством кормления и с разрешенными всякими рекомендуемыми овощами, фруктами, зеленью вы тоже найдете по ссылке в описании под роликом и в закрепленном комментарии. Также к рациону канареек рекомендуют добавлять крутое сваренное яйцо. Преимущественно белок из него. Можно давать также яичный корм. Это удобнее, но там все-таки много всяких добавок. Канарейки его не всегда любят. Давать яйцо нужно реально 1-2 раза в неделю. Не чаще, если птицы у вас не размножаются. Если размножаются, это другой разговор. Там практически каждый день идет подкормка. Яйцо очень быстро портится, поэтому ставьте его в клетку максимум часа на 4 и потом сразу же убирайте. Также если у вас канарейка красного или оранжевого цвета, то во время линьки ей обязательно нужно добавлять в корм специальные красители. Можно как давать пищу с высоким содержанием каротиноидов, такую как морковку, красный болгарский перец, так и добавлять специальные добавки, которые выпускаются для окраса перьев птиц. Их можно давать канарейке с пищей или с водой. И последнее оставлю это тоже в разделе рациона. Очень хорошо, если у вашей канарейки будет сепия или минеральный камушек для того, чтобы восполнять запасы кальция и для того, чтобы стачивать клювик. И конечно же, как само собой разумеющееся, надеюсь, что это всем понятно, мы не даем никакие вредные продукты нашей канарейке. Даже если мы сами можем есть в умеренных количествах какие-то вредные штуки, такие как шоколад, всякие жареные продукты, фастфуд, вот это вот все-все-все безобразие, это все равно не самым лучшим образом сказывается на нашем здоровье. Но даже если мы это как-то терпим и вроде более-менее ничего, то мы обычно весим там 50, 70, 80 килограмм, в то время как канарейка грамм 20. И у нее очень нежные печень и почки, поэтому буквально нескольких кусочков может хватить для того, чтобы сильно сократить продолжительность ее жизни и сделать вас экстренным клиентом ветеринара. Ну, кроме шоколада, кофеина, алкоголя, что я надеюсь само собой разумеется, птицам запрещено давать авокадо, фруктовые семечки, сахар, жир и также табличку о всех опасных штуках вы найдете в описании под видео. Помимо еды, у канарейки всегда в доступе должна быть свежая, чистая, дехлорированная вода. Желательно, так же как и еду, воду менять каждый день, но при этом не давать такую огромную паюку птице, в которой она могла бы купаться. Потому что в противном случае она все время будет это делать и может сильно загрязнить свою воду. А на ее лапках, на ее перышках могут быть остатки помета, это может быть все очень небезопасно, особенно в супертеплое время года. Поэтому тут разговор уже переходит к десятой вещи, канарейке нужно купаться, это самым замечательным образом сказывается на ее здоровье, состоянии, увлажняет ее кожу, ухаживает за пером. Вы можете купать канарейку ежедневно, но желательно наполнять ванночку, специальные ванночки, которые вешаются на дверцу, выдавать ваши канарейки, смотреть там она купается, не купается. Некоторые канарейки любят купаться там только в траве, в листиках, открытую ванночку не любят, некоторым просто нужно время привыкнуть. Но в любом случае она купается, после чего вы убираете воду и даете ее на следующий день. Это оптимальный режим, который, обращаю внимание, очень важно для ее состояния. И вещь номер 11, тут мы плавно переходим к гигиене. Очень много говорило о том, что каждый день надо менять корм, конечно же мыть мисочки. Желательно мыть мисочки очень горячей водой, и если вы используете мыло, если, допустим, пометом они загрязнились, эти мисочки, и вам нужно использовать мыло, тщательно отмывайте от мыла мисочки, чтобы оно не попало в форм канарейки, конечно же. Это тоже будет небезопасно. Мойте каждый день мисочки, ванночки. Желательно каждый день менять субстрат у канарейки. Вы можете использовать тот субстрат, который вам наиболее удобен. Бумагу, некоторые используют песок, и некоторые производители рекомендуют использовать песок, чтобы канарейки также могли его еще и склевывать, как гастролиты. По-моему, песок достаточно сильно пылит, и не очень удобен использованием вообще. Мало что может быть так удобно, как бумага. Кстати, многие до сих пор говорят, что газеты опасны при использовании их для животных. Но, ребята, времена, когда в газетной типографской краске использовали свинец, уже давно прошли. Поэтому риска отравлением свинцом, про который до сих пор все говорят, конечно же не будет. При использовании современной полиграфии. Тем более, при использовании чистой бумаги. Это тоже вариант и доступная опция. И раз в неделю мойте клетку канарейки. Жердочки, конечно, можно не мыть, а просто менять на свежие. Это будет совершенно оптимально. При мытье клетки можно использовать уксус. Это очень популярно. И также, вот, например, в Америке очень популярно использовать отбеливатель. В России я тоже знаю любителей животных, которые любят использовать белизну. Небольшой ее раствор для того, чтобы дезинфицировать места обитания животных. Это, конечно, хороший хлоросодержащий препарат, который прям стерилизует и обезопасивает там от бактериальных нагрузок ваших животных. Но очень тщательно надо промывать от белизны, конечно же, все оборудование. В России также есть такой препарат, как Лайна. Он очень классный, разработанный специально для животных. Достаточно приятно пахнет, и тоже все дезинфицирует, и тоже используется растворенным. То есть, там одной бутылочки Лайны хватает навечно. Мне всегда очень нравилась она в использовании для животных. И к тому же она не требует такого прям тщательного смывания. Вещь номер 12. Конечно же, даже если вы будете использовать там абразивные веточки, когти вашей канарейки все равно будут расти. Поэтому периодически они будут требовать постригания. Как правило, не чаще, чем раз в полгода у канарейки требуется стричь когти. Иногда любители ставят канарейкам своим, например, еще в дополнение к абразивным веточкам, какие-нибудь абразивные камешки, по которым они могут прыгать, и по которым могут также хорошо стачивать свои когти, клювы. Это возможная опция к рассмотрению. Но все равно следите, чтобы когти не перерастали. Для того, чтобы у канарейки всегда была комфортная посадка, не искривлялись пальцы, не было никаких рисков переломов. А когда стрижете, вы можете обычными маникюрными ножницами даже подстричь когти своей канарейки. Смотрите на сосуды внутри ногтя, чтобы ни в коем случае его не задеть. Остановить кровь из этого сосуда бывает очень сложно. Даже рекомендую вам сразу гемостатические губки купить. Продаются они в любых аптеках. Для того, чтобы быть уверенным, что вы сможете остановить кровь, если случайно отстрижете сосудик вашей канарейки, пока у вас нет большого опыта. Либо вы можете обратиться к ветеринару за помощью для проведения этой процедуры. Также вам может понадобиться подстрижка клюва. Если такое случилось, если почему-то у вашей канарейки клюв перерос, и при этом у нее там есть сепия, может быть даже есть какой-то камушек для стачивания клюва, скорее всего у нее есть уже какие-то медицинские проблемы. Скорее всего она болеет, потому что у нормальной активной птицы клюв стачивается и не требует никаких вмешательств. Также он может перерастать от проблем с печенью, от многих проблем может это возникнуть. Поэтому, да, конечно, если клюв перерос и мешает птице питаться, его следует аккуратно подстричь. Будьте очень внимательны, чтобы не повредить язык. Это вам не сосудик, он не восстановится. Но лучше сделать это у ветеринара, как минимум потому, что заодно вы ей обследуете птицу. Заодно вы посмотрите, что с ней не так, почему клюв начал перерастать. И вещь номер 13, она, конечно же, такая же, как и для всех остальных странных питомцев. К сожалению, ветеринаров для канареек найти сложно. Действительно, большинство ветеринаров специализируется на болезнях собак и кошек. А те, которые специализируются на болезнях птиц, обычно даже в крупных городах, даже в крупнейших городах, могут быть перечислены на пальцах одной руки. А если город не крупный, то дай бог, чтобы хотя бы один ветеринар у вас был в округе. И это, кстати, справедливо и для заграницы тоже. В некоторых маленьких европейских странах ветеринара, специализированного для экзотов, может не быть вообще. Мне, кстати, тут повезло. Рядом у нас находится один из самых крутых госпиталей для птиц в мире. Но это просто везение, это просто удача. И не всегда может повезти в этом смысле. О таких вещах обязательно надо думать заранее. Потому что, когда ситуация уже возникнет, в случае с птицей, особенно с маленькой птицей, такой как канареечка, счет ее жизни будет идти на часы. У птичек очень быстрый метаболизм, они болеют стремительно. А еще до последнего могут скрывать свои симптомы. И я уже сказала, что перерастание клюва может быть сигналом, что птице надо показать врачу. Но также такими же сигналами могут являться все время, например, встопорщенные перья. Если птица постоянно сидит нахохленная, а температура нормальная при этом. Если у нее, например, сопливит клюв. Если у нее красные воспаленные глаза. Если она сидит на дне клетки. Если она теряет аппетит. Хрипит, кашляет. Если у нее понос или какие-то проблемы, необычный странный стул. И это не связано с каким-то новым продуктом. Ну, допустим, нормально. Если вы дали немного свеклы, у вас немного красноватый стул будет у птицы. Или если очень много сочной пищи, он может быть чуть-чуть жиже. Много зелени, он может быть зеленее. Но нет, если именно какое-то сильное и длительное изменение. Вне зависимости от рациона. Тем более, там, пенистый стул. Это, конечно же, признак болезни. Возможно, инфекции. Также потеря аппетита. И интенсивная потеря пера. Все это может указывать на болезни. И требует немедленного визита к ветеринару. И при этом, я, конечно, понимаю, что людям хочется снять с себя ответственность. Сказать, да, все равно бы птичке никто не помог. И так далее. Есть достаточно распространенное мнение, что птичек особо не лечат. Тумал, как вы их полечите? Они у вас там сразу помрут от лечения. Но это не так. Птичек еще как лечат. Лекарствам еще как дают. Вылечить очень многие вещи можно. Да, диагностика крошечных птиц затруднена. У них сложно взять много крови. Им нельзя там, не знаю, эндоскопом все внутри посмотреть. Но, тем не менее, очень многое сделать все равно можно. И поэтому вещью номер 14 я перечислю самые популярные заболевания, симптомы, которые встречаются у птиц. И обращу внимание, почему не стоит искать советов в интернете или надеяться, что советы в интернете вам быстренько помогут и спасут птиц. Кстати, возможно, из-за советов в интернете есть такое популярное мнение, что птиц лечить бессмысленно. Потому что, ребята, например, очень популярна у птиц диарея. Когда стул не сформирован, когда стул пенится, когда стул не черно-белого цвета, а любого другого. Вот любые проблемы с кишечником. Если вы будете искать советы в интернете, что вы сможете сказать? Просто показать, как выглядит стул вашей птицы. Но, например, у людей тоже может случиться диарея. Вы можете отравиться, у вас может быть бактериальная инфекция, у вас может быть паразиты, у вас может быть все, что угодно. Даже может быть проблема с каким-то конкретным органом, который вызывает такие симптомы. Далеко не с кишечником. То же самое птицы. От коррекции рациона до каких-то паразитов люди в интернете без диагностики вам не скажут, в чем проблема. Очень популярна потеря пера. Но потерю пера могут вызывать, как, например, тоже паразиты, различные там клещи, пироеды, так и некоторые заболевания. Вы, например, знали, что цирковирус, который очень популярен и известен среди попугаев, это фактически иммунодефицит попугаев, который также затрагивает и всякие роговые покровы. Как перо, так и, к сожалению, например, клюв может отвалиться. Цирковирус есть и у канареек. Свой собственный цирковирус канареек. И да, конечно, есть какие-то популярные состояния у птиц. Например, у птичьего оспа достаточно распространена. Или очень часто встречаются у птиц кокцидии, они к этому очень склонны. Очень часто встречаются грибковые инфекции, а-ля плесень в легких. К этому птицы действительно очень склонны и очень велик шанс, что у птиц именно это заболевание. Но все равно, для того, чтобы убедиться, врач должен поставить диагноз. Хотя нет, конечно, есть одна вещь, которую вы можете и продиагностировать по интернету, и вылечить без визита к ветеринару. Это книмедокаптоз или чесоточный клещ. Он очень яркие такие симптомы имеет. У вашей птицы клюв и лапки могут как будто бы пениться. Выглядит просто ужасно, такие чудовищные наросты может вызывать. А лечится на самом деле очень просто. Вещь номер 15. Конечно же, есть определенный диапазон температурный, более комфортный для канареек. У них на родине, на Канарских и Азорских островах, температуры достаточно стабильные и приятные, близкие к комнатным. И поэтому именно такие температуры для них и стоит поддерживать. Не ниже 18 градусов, но и не выше 25. Некоторые вещи, которые могут показаться признаками болезни, поначалу могут быть не болезнью, а просто переохлаждением или перегревом птицы. Птица может действительно хохлиться, как такой нахохленный, взъерошенный воробушек, просто от того, что ей холодно. И хохлиться, как правило, она может уже при температуре ниже 17-16 градусов. Это неестественно для канареек. Если температура постоянно будет сохраняться такой низкой, птица может уже и заболеть. Если птица постоянно открывает клюв и держит крылышки немножко подальше от своего тела, это может быть признаком того, что ей очень жарко. И стоит подумать о том, как снизить температуру. Идеально держать ее около 20 градусов. Также вы можете встретить указание, что птицам лучше давать витамин D для предотвращения рахита. Это действительно так. Если вы содержите птицу постоянно в доме, если у нее нет доступа к солнечному свету, то и проблемы с выработкой витамина D3 у нее могут быть. Но, конечно, оптимально поставить птицу ультрафиолетовую лампу. Причем, если вы ставите ультрафиолетовую лампу для одной птички, которая живет в маленькой клетке, вы можете взять лампу. Двоечку их называют, в которой 2% ультрафиолета типа B. Или даже пятерочку. Ну, если вы переживаете, что птичка обожжет глаза чуть-чуть на 5 сантиметров выше, поставьте, и все, рассеивается ультрафиолет очень быстро. Есть специальные лампы для попугаев, но также можно использовать и рептильные лампы с этими же обозначениями 2-5%, которые я сказала. И у вашей птицы будет вырабатываться ее собственный витамин D3. И помимо витамина D3 ультрафиолет также участвует во многих других процессах. Например, в процессах кроветворения. Это намного-намного лучше, чем выдача витаминов. Но я не зря сказала по поводу маленьких клеточек, потому что, к сожалению, ультрафиолет у ультрафиолетовых ламп очень быстро рассеивается. Если вы посмотрите, как быстро рассеивается ультрафиолет, я как террорист занималась этими развлечениями, вы увидите, что реально там каждые 10 сантиметров уровень излучения падает в 2 раза. А так как двоечка, она почти не излучает ультрафиолеты, то вред она может принести только вот при непосредственном контакте, если птица прямо в 5 сантиметрах от лампы сядет и будет постоянно экспонировать свой глаз этим светом. А если птица в большой клетке содержится и в высокой клетке, тем более в вольере, то у вас не ожог случится от лампы, а просто лампа может быть бессмысленной, если у нее будет недостаточная мощность. Поэтому я для своих попугаев, например, уже использовала лампы из десятки для пустынных ящериц. То же самое использовала для сурикатов, для игрунок. Не меньше 5, а то и 10% для вольерных животных. То же самое, хочу сказать, справедливо и для птиц. Вещь номер 16. Очень важно регулировать суточные ритмы для птицы. Очень здорово, если у нее хорошо освещенное место. Лучше всего использовать лампу как дополнительную подсветку 12-14 часов, чтобы у птицы был нормальный световой день всегда, вне зависимости от погоды. Но ваш световой день может быть длиннее, чем 12-14 часов, правильно? Мы можем и 16 часов бодрствовать, а некоторые и после этого не ложатся спать. Что же делать в таком случае? Спала свои 10-12 часов, которые ей нужны для нормального функционирования. Лучше накрыть ее легкой, но темной тканью. Для того, чтобы просто ей не мешать. Для того, чтобы она уже спокойненько спала, пока вы дохаживаете свои сумеречные для нее уже активности после, скажем, 8-9 часов вечера. Это очень-очень важно, потому что слишком длинный световой день может не только стрессировать птицу, она не будет высыпаться, но и привести к ее гнездовой активности, которая, конечно, нежелательна, если вы содержите животное как питомца. И вещь 17, возможно, для вас гнездовая активность будет желательна. Но это другой разговор. Для птиц, которые участвуют в разведении, действительно могут увеличивать световой день, дают совершенно другую еду, там намного больше белковой пищи, дают проращенное зерно, в котором много витамина Е или специально масло зародышей пшеницы дают, чтобы подготовить к гнездованию. Разведение это уже отдельная тема. И тем не менее, все равно, если вы хотите быть заводчиком, если вы хотите разводить канарей, возможно, там заниматься их селекцией, если для вас это интересное направление, возможно, увлекательное хобби, вы должны понимать, что часть времени животные все равно должны отдыхать и содержаться просто как обычный питомец. Поэтому какое-то время вы все равно должны ограничивать и световой день, и рацион, и так далее. Но в специальный период, который весной обычно происходит, соответственно, с нормальными естественными ритмами, вы можете специально готовить птиц к гнездованию. И это совершенно отдельная тема. В отличие от многих других животных, про которых я рассказываю здесь на канале, и про которых я говорю, что разведение их строго нежелательно, особенно бестолковое. С канарейками, да, не породное, а бы какое разведение также нежелательно. Но в принципе, хорошие заводчики, хороших животных, естественно, нужны всегда. Но именно хорошие и ответственные. Если вас удивляют все вот пункты, которые я перечисляю, и все нюансы содержания животных, помните, что разведение требует еще больше нюансов, и это еще более ответственная тема. Это нельзя раскрыть в одном ролике. Но помните, что вам придется проводить еще больше исследований, желательно общаться с коллегами, смотреть более специализированную информацию, потому что нюансов будет куча. Кстати, по поводу нюансов. Недавно мне на почту написали ребята, которые выпустили целую настольную игру, которая называется питомник Шиншилл. И это потрясающе. Я сама очень люблю настольные игры. А тут ребята действительно воплотили очень многие аспекты разведения Шиншилл в своей игре. То есть все вот эти вещи, которые относительно Шиншилл, тоже надо узнавать отдельно, всякие нюансы, генетика, окрасы и так далее. Они включили в игровой процесс, чтобы вы могли не только просто развлекаться, глядеть на миленьких, замечательных вот Шиншилл. Игра сделана и оформлена просто супер. Но помимо этого вы можете изучать разведение Шиншилл. Ребята попросили меня рассказать об этой игре. Как видите, здесь сотня карточек с Шиншиллами, самыми разнообразными. У всех есть клички. Причем клички и окрасы взяты из базы настоящих Шиншилл. То есть они срисованы с настоящих породистых животных. Я еще не тестировала игровой процесс. Ребята сказали, что возможно пришлют мне игру в Сан-Франциско. Если они это сделают, я обязательно потестирую и расскажу вам. Но сейчас хочу просто дать ссылку на Озон, потому что вы можете заказать на Озоне их игру. И сказать, что вот так иногда бывает. И тогда какие-то моменты разведения можно узнать даже вот в такой развлекательно популяризирующий ответственный подход игре. Про канарей такого, к сожалению, нет. Поэтому все исследования придется проводить самостоятельно. И да, нет никакого такого дикого переизбытка канарей, как переизбытка, например, хомяков-крыс, которых девать некуда, потому что они просто экспоненциально плодятся. Это их принцип выживания. У канарей их не так. И вам нужно и гнездышки представлять, и гнездовые материалы, готовить их к этому специально. И количество яичек будет ограничено, и выкармливание птенчиков. Это сложный процесс. Кстати, в этом процессе участвуют оба родителя. То есть вам не надо отсаживать санца. И также у вас не получится там, ой, у меня девочка, у вас мальчик, давайте-ка их сведем. Во-первых, это бессмысленно обычно, потому что вы должны все-таки понимать, что это в генетике, в породах канарей, для того, чтобы свести девочку и мальчика. Возможно, это вообще разные канарейки, и вам не стоит этим заниматься. А во-вторых, никакого свести у канареек не существует, потому что для выведения потомства, они формируют пару, и оба ухаживают за детенышами. И, к слову, популяризация ответственного подхода, самое важное, что вы должны всегда хранить у себя в уме, это вещь номер 18, что самое главное и сложное, это не развести канареек или любых других животных. Даже не развести правильно и вырастить правильно, а найти потом этому потомству хорошего хозяина. Это может быть действительно челленджем. Не бегать за бесплатно, пристраивать это людям, которые совершенно не готовы взять животное и ответственность, которая с ним связана. Не хранить у себя этих канареек на голове, потому что если бы в игре, например, питомник шиншилл, были бы такие карточки, как новый владелец вашей шиншиллы запорол ее, во всем обвинил вас. Короче, вам надо забирать этого питомца к себе, и теперь одна из клеток будет навсегда им занята, и вы будете ухаживать за своим же малышом, которого вы вырастили, но с которым теперь все пошло не так. Я думаю, что игровой процесс был бы менее увлекателен. Но, к сожалению, такова жизнь. Это самая ответственная часть. Профит при этом может быть очень сомнителен. Обычно люди такие, вау, канарейка там стоит тысячу рублей. Вот выведет моя самочка пять малышей, будет у меня пять тысяч. Но при этом забывается посчитать, и то, что сами канарейки у вас будут небесплатные, и оборудование вам потребуется, и кормить ее надо будет постоянно. А самое главное, ваша жизнь. Ваша жизнь у вас бесплатная, вам заниматься в жизни нечем, и вот вы будете круглые сутки ухаживать за животными для того, чтобы получить пять тысяч, в лучшем случае для того, чтобы покрыть свои расходы, как минимум, и свои трудозатраты. Не факт, что у вас получится это сделать. Короче, тут есть над чем подумать. Но, скорее всего, для большинства людей это далекая тема. Я имею в виду разведение и продажа канарей. Поэтому вещь номер девятнадцать. Скорее всего, вы просто хотите завести питомца канарейку. И поэтому в этом пункте я хотела бы просто рассказать, как выбрать здоровую птицу. На какие признаки надо обратить внимание, чтобы увеличить шансы того, чтобы купить себе хорошего, чудесного питомца надолго. Конечно же, здоровые, нормальные канарейки, они активны, они постоянно летают, они щебечут, они взаимодействуют социально друг с другом. Никаких вот угнетенных, сидящих сбоку, абсолютно ободранных, про которых вам говорят, что да это линька, да это все пройдет. Да, он просто вот сейчас дремлет, и замечательно будет бегать и щебетать у вас. Лучше на такое не вестись. Если вы приобретаете питомца, лучше, чтобы он выглядел идеально. Иначе тысячу рублей вы потратите на канарейку и две тысячи на первичный прием ветеринара, потом еще тысяч пять на анализах. Канарейка должна спокойно есть и пить в течение всего дня. И есть и пить достаточно часто. У нее должны быть чистые, сухие глаза, чистый носик, без всяких корочек, без выделений, без покраснений, без шелушений. Чистенькая, идеальная. Ножки тоже. У молодых птичек они прямо глянцевые, сияющие, без выраженных чешуек, если это у вас птенчик. Чистенькие, с непереросшими когтями. У молодых птичек они вообще должны быть очень коротенькие. И, конечно же, абсолютно гладкие, идеальные, невзъерошенные, негрязные перышки. Здоровая птичка хорошо заботится о своем пере. И даже если она линяет, у нее могут быть видны, ну, такие пеньки, они как палочки выглядят, до того, как расшелушились, такой вот перхотью, до того, как раскрылись. То есть, может перо выглядеть чуть-чуть неодородным, и у нее будут торчать палочки. Вот это указывает на линьку у птицы. Кстати, она начинается не раньше 4 месяцев. То есть, у совсем маленького птенца вообще никакой линьки быть не должно. И все равно у птицы не должно быть никаких видимых проплешин и залысин во время линьки. И, конечно же, у нее должна быть чистая попа, пушистая клака, никаких, никаких кахули не должно где-то быть там присохшей. В общем, активная, с чистеньким носом, клювиком, лапками, попой, красивая птичка. Это, конечно, не стопроцентная гарантия, что она будет абсолютно здоровой, но это хотя бы то, с чего стоит начинать. Как должна выглядеть ваша будущая птичка-питомец, чтобы вы могли надеяться на то, что у вас будет благополучная, долгая совместная жизнь. Кстати, при правильном уходе канарейки живут более 10 лет. И вещь номер 20. Канарейки. Замечательные питомцы. При спокойном, доброжелательном отношении к птице, если вы принесете ее и дадите ей время освоиться, не будете ее стрессировать, медленно и спокойно будете приручать о том, как приручать птиц. Я рассказывала в отдельном ролике, ссылка также будет в подсказках. Если вы дадите время освоиться, раскрыться птичке, будете правильно ухаживать, вы скоро увидите, насколько это дружелюбное, интересное и классное создание. Также я решила 20 пунктом теперь добавлять чек-лист всего, что вам следует приобрести, и чтобы завести того или иного питомца, надеюсь, это будет для вас полезно. В случае, если вы захотите завести канарейку, то вам понадобится клетка правильного размера, как я сказала, на одну птичку, минимум 40 см и от 60 см в длину для пары. И даже не обязательно деревянную. Вам понадобится субстрат. Я имею в виду бумагу или какой-то наполнитель для поддона клетки. Кстати, некоторые вообще не используют никаких наполнителей, просто моют поддон каждый день. Это тоже замечательная опция, не забывайте только насухо просушить поддон, прежде чем ставить его обратно в клетку. Ткань для того, чтобы накрывать клетку и контролировать световой день птицы. Высококачественную еду для канареек, билеты или разнообразную зерносмесь. Кстати, будет очень классно купить или собрать разнообразные колоськи. Канарейки их обожают, их также можно использовать для поощрения, приручения и трассировки вашей птички. Конечно же, панцирь каракатицы. И очень полезны будут прищепки, для того, чтобы разместить панцирь каракатицы у птицы в клетке. Также прищепки очень полезны для того, чтобы размещать у птички в клетке кусочки сочной пищи или пучки колосков или зелени. Две кормушки и поилку, а также в идеале и ванночку. Разнообразные жердочки, желательно настричь их самостоятельно, в чистом, далеком от машин парке или загородом. Немного игрушек или качели, опционально маникюрные ножнички и гемостатическую губку, на случай, если придется стричь когти. Также опционально витамины, как правило, неразмножающимся птицам. Разнообразие фруктов, овощей и зелени хватает для того, чтобы у них не было никаких гиповитаминозов. И давать курсами витамины не обязательно. Но это также и не запрещено. Если хотите, можете купить и использовать согласно инструкции на упаковке. А также вам понадобится много-много любви к анарейкам. Ну, я надеюсь, если вы смотрели этот ролик, то она у вас уже есть. С вами была Марина Правда. Правда о содержании необычных питомцев у нас дома. Спасибо за ответственный подход к ним. И до новых встреч!